И вино веселит сердце человека. Эти слова часто приводят в свое оправдание верующие люди, увлекающиеся винопитием. При этом забывают или не знают, что вино, о котором идет речь в Псалме, было легким и разведенным водой. В чистом виде вино не пили. От такого вина можно было опьянеть, но совсем не так, как пьянеют от крепких алкогольных напитков. Вспоминаю также совет апостола Павла Тимофею. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Но забывают, что тот же апостол Павел писал Ефесиным. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». По-славянски это звучит так. «И не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». На этих словах я хотел бы немного задержаться. В творениях святых отцов мы находим мысли о том, что страсти между собой взаимосвязаны. А бесы, которые стоят за каждой из страстей, тоже солидарны друг с другом. Задача бесов заключается в том, чтобы всегда удерживать человека в состоянии рабства либо одной, либо другой страсти, либо нескольким сразу. И если он отстал от одной, хотя бы временно, сделать так, чтобы сразу же впал в другую. Взаимосвязь между алкоголем и блудом очевидна. Она не требует специальных комментариев. Всякий человек, которому доводилось когда-либо употребить чрезмерное количество алкоголя, знает, как быстро алкоголь разжигает похоть, заставляя забыть и о супружеской верности, и о тех естественных преградах, которые стоят на пути к совершению блудного греха. Напившись, человек теряет и страх Божий, и обычный человеческий стыд. Он перестает контролировать свои эмоции, свою похоть, и может легко оказаться во власти блудного беса. Алкоголизм ведет и к другим порокам, а также к преступлениям. Многие из тех, кто осуждены за тяжкие преступления и находятся за решеткой, никогда не совершили бы этих деяний, находясь в трезвом состоянии. Некоторые даже не помнят, как совершили преступление, не верят тому, что были способны на него. О связи между алкоголизмом и преступностью пишут везде. Вот что можно прочитать на сайте одного из округов Московской области. Человек, превысивший свою норму, чувствует эйфорию и прилив сил, которые постепенно сменяются раздражительностью и агрессией. Нарушается способность нормально мыслить. Человек создает конфликты на пустом месте. Агрессивность толкает на разрешение их с помощью силы. У злоупотребившего алкоголем снижено самообладание. Поэтому так высока преступность среди пьющих людей. Моральный облик людей, длительно употребляющих спиртное, меняется до неузнаваемости. Они теряют семью и работу, постепенно опускаются на социальное дно. Преступность – нередкость среди людей, страдающих хроническим алкоголизмом. Чтобы найти деньги, они воруют, распространяют наркотики, занимаются проституцией. Это очень точная констатация фактов. Но как избавиться от алкоголизма, если он превратился в физическую потребность, в химическую зависимость? Алкоголизм никогда не возникает на пустом месте. Для него нужна почва. Такой почвой может стать наследственность, дурное воспитание, дурной пример, жизненные обстоятельства, трудности и конфликты, стресс и неудачи, потеря близких или крушение надежд. Очень часто алкоголизм возникает на почве внутренней пустоты, которую невозможно заполнить ничем, кроме Бога. Только человек об этом не догадывается, а потому пытается заполнить ее всякими суррогатами, включая алкоголь или наркотики. Бесы внимательно следят за каждым человеком и не упускают случая воспользоваться его слабостью. Люди, склонные к чрезмерному употреблению алкоголя, становятся легкой добычей бесов. Чтобы избежать этой опасности, нужно прежде всего вести трезвенный и целомудренный образ жизни. Трезвенный не только в том смысле, чтобы ограничивать употребление алкоголя, но и в том, чтобы постоянно следить за своей духовной жизнью, не забывать о Боге, молиться Ему, просить у Него помощи, читать Евангелие, творение Отцов Церкви и духовную литературу, и этим заполнять свою внутреннюю пустоту, а не различными суррогатами. О том, насколько тесно связан алкоголизм с бесами, говорит тот факт, что на крайних стадиях опьянения, называемых «белой горячкой», люди нередко начинают видеть бесов. Есть даже такое выражение «напиться до чертиков». Человек, находящийся в таком состоянии, слышит голоса, призывающие его что-то сделать, слышит, что кто-то издевается и насмехается над ним, слышит угрозы и ругательства. Бесы в такой степени овладевают им, что могут беспрепятственно потешаться над ним, а могут и толкнуть на преступления, нанесение самому себе или другим физического вреда, даже на самоубийство. Отец Иоанн Крестьянкин, великий старец XX века, называл пьянство страшным идолом, к ногам которого сложено столько человеческих душ, у подножия которого погибло столько талантов и способностей, из-за которого пролиты и льются потоки горчайших слез матерей, отцов, братьев, жен и детей. А другой великий духовник, архимандрит Кирилл Павлов, говорил, что люди, отрицающие будущую вечную жизнь и бессмертие души, иначе смотрят и на настоящую нашу земную жизнь, ища в ней только одного наслаждения и удовлетворения своих чувственных удовольствий. Видя непрочность благ и постигающие их искушения и скорби, такие люди очень часто приходят в разочарование, отчаяние, а иногда даже прибегают и к самоубийству, считая его средством избавления от всех бед и несчастий настоящего. Забывая о вечности, они ходят во тьме и не знают, куда идти. Подчас предаются горькому пьянству и в конце концов приходят к ложному концу. Для них жизнь есть дар напрасный и случайный, имеющий не действительную, а призрачную ценность. Запомним первое. Причин у пьянства может быть много, но главное из них – отсутствие подлинной глубокой религиозной жизни. На этой почве возникает та пустота, которую человек пытается заполнить алкоголем. Второе. Чрезмерное употребление алкоголя ведет к блуду и другим страстям. Третье. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к тяжким преступлениям. Четвертое. Через алкоголь, если его употреблять неумеренно, бесы могут подкрасться к человеку, овладеть им и погубить его. Пятое. Главное средство от алкоголизма – вера в Бога и жизнь по его заповедям. Субтитры создавал DimaTorzok